ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ресторанерами быстрого питания стали американцы, которые уже в 30-х годах прошлого века употребляли гамбургеры и картошку фри. Но их состав значительно отличался от нынешнего. Несмотря на это, рестораны быстрого питания не теряют популярности, просто потому что это удобно. К сожалению, в последнее время очень часто, бываю по определенным причинам, езжу в Китай. И, соответственно, еда очень сильно отличается, местная кухня очень сильно отличается. В связи с этим максимально что-то близкое является фастфудом, зачастую даже два раза в день. Но, если честно, чувствую много негативных последствий, наверное, буду это менять в скором времени. Едем частенько, по мере необходимости. Ну, как всегда, шаурма. Чем же все-таки вреден фастфуд? Конечно, своей избыточной калорийностью. Он содержит слишком большое количество жиров и углеводов. А быстрые углеводы могут привести к набору массы тела даже при активном образе жизни. К тому же, они очень быстро перерабатываются, и чувство голода появится уже в течение первого часа после еды. К фастфуду причисляются и уличные угощения, вроде шаурмы, чебуреков и сосисок в тесте. К слову, прошлым летом, по указу экс-мэра Веркиенко, центр Владивостока лишился большого количества ларьков и шаурмечных. Фастфуд очень калорийен и поэтому опасен для здоровья и может привести к ожирению. Я чувствую, что я действительно, если часто ем фастфуд, прибавляю в весе. То есть это прям реально чувствуется. Ну и вообще не очень хорошее самочувствие. Слышу, на нем много отрицательного в приемке этой пищи такой. Поэтому больше употребляю личного приготовления еще. Конечно, никто не спорит, что гамбургеры содержат много калорий. Но ведь они и созданы для того, чтобы быстро и надолго насытить человека. Это и есть польза фастфуда. Не менее калорийная и домашняя котлета. Просто в еде, как и во всем, нужно знать меру. Консерванты и другие добавки, содержащиеся в фастфуде, конечно, негативно влияют на организм. Но если задуматься, сколько тех же консервантов мы употребляем с йогуртами, заменителями натуральных сыров, сосисками, импортными сухофруктами, вред от парочки тех же гамбургеров не намного больше. Я стараюсь питаться фастфуде примерно раз в месяц, потому что порядок для организма нужно следить за собой, за весом. Раньше ел часто, получается, пока работал там. Ну, то есть, постоянно такие были моменты. Сейчас перестал полностью есть фастфуд, как бы перешел на такое питание, потому что стал готовить сам. Я его вообще не ем. Я стараюсь готовить сама, потому что не очень полезно. Иногда хочется, конечно, раз в полгода, может быть. А так нет. От регулярного употребления фастфуда страдает пищеварение и, что еще хуже, нарушается работа эндокринной системы. Из-за высокой нагрузки на поджелудочную железу последняя перестает вырабатывать гормон инсулин в нужном количестве. Так может возникнуть сахарный диабет. И все же опасен не сам по себе фастфуд, а нездоровое отношение к пище вообще. Выбирая исключительно быструю еду, мы сознательно толкаем себя в объятие болезней. Если же баловать себя любимой картошечкой фри лишь изредка, заедая ее листиком свежего салата, то и гастрономические и эстетические потребности будут удовлетворены. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания. Одновременно опубликован указ о вводе в должность заместителя председателя Совета Безопасности. Этот пост получил Дмитрий Медведев. Он пожелал успехов следующему составу правительства и выразил уверенность в том, что они справятся с реализацией задач, которые Путин огласил в послании к Федеральному собранию. Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил внести в Конституцию поправки. На пост главы правительства Путин выдвинул руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. Его кандидатуру поддержали 383 депутата, еще 41 воздержался от голосования. Против не выступил никто. Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса, сообщили известия. Источник газеты в Госдуме не исключил перестановки в Минкомсвязи. По его словам, к деятельности руководства ведомства сейчас есть вопросы. Также предполагается, что Мишустин может расширить функции Минстроя, ведомство отнимет часть полномочий у Минэкономразвития, став Министерством регионального и городского развития. Ожидается, что в работу правительства будут максимально внедрены электронные сервисы и IT-технологии. Может появиться математическая модель экономического положения россиян. За несколько часов до того, как покинуть пост премьера, Дмитрий Медведев принял важное решение для Приморья. Он распорядился выделить из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер». Исполнять заказ будет завод «Звезда» в Большом Камне. Работы должны завершиться в 2027 году. Ледокол будет обеспечивать круглогодичную проводку грузовых судов по всей протяженности Северного морского пути. В частности, судно должно способствовать вывозу сжиженного природного газа. Сторонники строительства «Лидера» также рассчитывают на транзитный грузопоток по Северному морскому пути между Европой и Азией. Ранее правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи «Звезда», которые в ближайшие три года составят 22 миллиарда рублей. За эти деньги верфь должна поставить газовозы, а также постепенно увеличивать их локализацию в России. На территории Приморского края появится площадка временного хранения твердых радиоактивных отходов, сообщает Ревлад Ньюс со ссылкой на сайт государственных закупок. Она будет построена на территории Большого Камня. Заказчиком выступил Дальневосточный завод «Звезда». Начальная максимальная цена контракта составляет чуть более 160 миллионов рублей. Она включает в себя строительно-монтажные и пусконаладочные работы, стоимость доставки, приобретение оборудования и материалов, стоимость эксплуатации механизмов и машин, уборку мусора, оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей. Окончание подачи заявок 19 февраля 2020 года. Объект должен быть построен уже в этом году. Место выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в Приморский край, город Большой Камень, улица Степана Лебедева, 1. Отмечается, что завод «Звезда» несет полную ответственность за обращение с отходами с момента их образования до передачи национальному оператору. 15 единиц спецтехники для вывоза бытовых отходов в городах и районах края закупил Приморский экологический оператор. Техника уже вышла на маршруты. Всего приобрели 8 мусоровозов, 4 самосвала, 2 бортовые машины и 1 мультилифт. Мусоровозы на базе МАЗов вмещают в себя до 180 стандартных контейнеров, будут работать в Лесозаводске и Владивостоке. В Первомайском районе города будет трудиться и мультилифт. Это машина со съемным бункером-накопителем большого объема, которое может использоваться и как самосвал. Напомним, после Нового года вопросы вывоза мусора с некоторых территорий Владивостока встали особенно остро. Отходы с территории не убирались несколько недель, что едва не привело к мусорному коллапсу. Компания, выигравшая открытый электронный аукцион, не справилась со своими обязанностями. К решению проблемы подключили дополнительную технику. С 1 января 2020 года в Приморском крае заработала новая схема обращения с отходами. Теперь всеми вопросами занимается приморский экологический оператор. Администрация города Владивостока расторгла договор с подрядной организацией СКАП, которая в 2019 году выполняла ремонт улицы Снеговой. Работы были выполнены не полностью. Их качеством остались недовольны жители и специалисты мэрии. А в итоге ремонт не был завершен. Договор расторгли, а подрядчик был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Мэрия подала соответствующее обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы. Уфас требования удовлетворила, и компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Теперь СКАП не сможет участвовать в открытых аукционах и проводить строительные или ремонтные работы. Специалисты Управления дорог и благоустройства в наступившем году ужесточили требования к подрядчикам по ремонту дорог. Теперь устанавливают сроки для каждого вида работ. За неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов и штрафы. Недобросовестные компании будут и дальше отстранять от работ, внося в соответствующие списки. Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо Владивостока. Техника ЛИАС, которую закупили для перевозки пассажиров, готовится к выходу на линию. Сегодня электробусы проходят технические испытания на территории депо на улице Иртышской. Планируется, что электробусы будут работать на маршруте Луговая-Железнодорожный вокзал. В конце декабря электробусы на специальных автомобильных платформах прибыли из Московской области, где находится завод-изготовитель, и сейчас проходит процедура оформления в муниципальную собственность. Параллельно во Владивостоке на улице Ивановской идет тестирование ультрабыстрой зарядной станции. На новой технике будут работать водители категории «Д». Параллельно с подготовкой электробусов для выхода на линию идет обучение людей. На время тест-драйва к вождению привлечены водители муниципального предприятия в ПАПАТ-1. Электробусы вмещают 85 пассажиров. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушением слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями. Прямой рейс из Владивостока открыт в еще один город Китая. Осуществлять перелеты будет китайская компания «Найнэр». Она соединит столицу Приморья с городом Иу, провинцией Джензиан. В расписании аэропорта Владивостока новый рейс уже занял свою строчку. Улететь в этот город из Приморья можно было в четверг в 18.25 по местному времени. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. По данным пресс-службы аэропорта, на сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Поднебесной. Всего в 2019 году аэропорт Владивосток привлек трех китайских авиаперевозчиков. Далее к спорту. 18 января во Владивостоке пройдут массовые лыжные старты. Лыжный забег состоится на Русском острове. Поучаствовать могут все желающие. Сбор участников запланирован на стадионе школы номер 5 поселка Канал. Трасса проложена в лесном массиве рядом со школой. В массовых стартах могут принять участие и дети, и взрослые. Дистанция забега от 500 метров до 3 километров. Стартовать лыжники будут с интервалом в 15 секунд. На финише всех наградят памятными медалями. Регистрация участников забега начнется в полдень. В 13 часов стартует детский забег на 500 метров. В 13.30 юношеский на 1 километр. И в 14.30 взрослый на 3 километра. На мероприятии будет работать бесплатный прокат лыж. Всех участников забега угостят горячим чаем и кашей из полевой кухни. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова